Сергей, он не случайно волнует, он этот разговор не может поддерживать, это зря, это не годится. Здесь нельзя списывать на болезнь. Я понимаю, что в этом вопросе доказательств никаких нет, и поэтому такая тревога у него. Я говорю, скажи, вот допустим сейчас ты взял, ну может даже прорабатывать варианты, он меня перебивает на предложение, говорит, какие варианты, что, ну так же нельзя жить. Как? Я говорю, ты взял, тебя завтра нету. Ну и что, дочь будет заниматься искать клиентов, кому-то давать, ну зачем ей это нужно, когда она не этого круга? А она к вам хорошо относится, ну давай, хорошо, другой вариант нехорошо. Дальше-то что? Это чтобы один отправить комплект, это нужно две коробки, больше по весу не берет, и плюс два пакета. Это надо надписать, там с одним пакетом стоишь полдня на почте. Ну дальше-то что? А у ней-то не один и не два, а двадцать пять. Игнат Тихонович, вот смотрите, вот то, что вы говорите, там сейчас они прячут якобы эти библиотекари, боясь, что куда-то их заберут. Таких людей единицы. Это должны быть сознательные христиане, которые понимают, о чем идет речь, и они тогда могут придержать ваши книги. На самом деле, где их учесть, я тоже сомневаюсь, вряд ли их дадут им свет. Ну пусть, допустим, как вариант. Сейчас, извините, Игнат Тихонович. Алло, я разговариваю по скайпу, Игнат Тихонович. Вот. Но я, с другой стороны, думаю, о какой вариант. Все равно, вы правильно говорите, нам их не распространить. Это я тоже так считаю. Но понемножку может быть. Тут я как бы думал, вот допустим, я буду приходить в библиотеки, куда я могу. Это много не будет. Но, во всяком случае, куда-то приду. Поговорю с библиотекарем вообще в принципе, не показывая книг, ничего. Какого настроя человек. И тогда уже можно по разговору понять, можно ли давать или нет. Но это много не уйдет. Потом есть люди, которые заинтересованы. Но в моем кругу, я не знаю, найду ли одного человека, такого, который в состоянии вашей книги прочитать. Тоже вряд ли. Вот. И другой вариант, как вы говорите, вот вы распространяете, но там немного книг у вас ушло. Может быть, мы просто вашу нагрузку на себя бы могли взять, допустим, к вам кто-то обращается и просит ваши книги, чтобы не вы занимались. Вы мне даете сигнал, а адрес куда отправлять. Они деньги вам отправили, а я уже сам организую и отправляю этому человеку. Просто у нас другой вариант по библиотекам, как вы. Отдать, но это тоже как бы 90% может быть пропадут, 10% может и останутся. Вот здесь просто наша помощь может быть именно в том, что что-то мы хоть сколько-то отдадим, и остальное по вашему указанию там дальше распространять можем. Я вот только так вижу. Вот видите, вы проценты высчитываете. Даже 10% нету книг, которые бы исчезли. Мы сами устроили проверку. Когда узнают они, что это автор, я захожу в библиотеку и говорю, они не знают, кто я. Ну, так берут, читают, а где? Да так вот это. Так, я показываю. Я автор. Сразу директора. И сразу в охапке показывают. У нас вот экземпляр, который держит все книги у нас на учете и показывает, где записано. А до меня, которые захотели, хотели, нету. А когда они будут востребованы, это Бог знает. В другом месте... А почему они, Гнатис Иханович, они не показывают? Вот почему Сергеевне отвечает, что их нет? А они не ответили, что нет. Они говорят, нет в каталоге. Вы почему не слышите меня? В каталоге нету. Я приезжаю. У нас прекрасное отношение с библиотекарем. Но она в каталоге, говорит, даже при нормальной такой ситуации, мы занесем не раньше, как через полгода. Но она, видя, что начинает какое-то волнение, она в каталог не заносит, и с нее спроса нету. Книг как бы нету. И она, когда дает своим считать, узнают, директора сельскохозяйственных, сельских этих районов, они у ней берут. Но они нигде не счистятся, к ней нельзя привязку сделать. Вы меня не слышите. Слышим, слышим, Игорь Тихонович. Просто как-то вот уж больно это все. Есть сомнения у меня тоже на этот счет. Мне кажется, что не так все красиво, как вам кажется. Не надо красиво. Один экземпляр пишет Анфим, а несет Севастьян. Его поймали. Поймали, экземпляр этот отняли. Он один больше нету. А где кто написал автор? Вот какое состояние было. А это не один тысяча экземпляров. Что-то остается. Давайте прикинем так. В одной библиотеке, не в одной, даже в нескольких библиотеках, она не записала. А там были люди. Я перед ними выступил. Они сразу разбирают. Она говорит, подождите, я запишу. Потом запишите. Скорее в двери уносят. Таких книг нету. Просто нету. И когда люди посчитали, говорят, я в библиотеке сумела достать книгу. А сколько остальные ваши? Где они книги? Вот как. То, что говорят, там не надо, никто нет. Это неправда совершенная. Нет ни одного свидетельства, что книги уничтожены. Хотя бы в одном месте. В одном. На 500. Но один на 500, это 0,02 каких-то. И то нету. Вы были в Чеченовске и не оставляли, Елена Тихонович? Так, что-то обождите. У вас что-то замкнуло. Маленько шевелитесь сами, попробуйте. В Ульяновске не оставляли? Где? В Ульяновске, в Самаре. Не знаю. В Самаре, кажется, были, в Ульяновске нет. Мы низом проходили. А, просто я бы заехал. Теперь, вот вы в Краснодаре находитесь, так? Нет, Димитровград я. Ульяновская область, Димитровград. Ну вот, сколько там районных центров? Да кто их, я даже не знаю, сколько их у нас. Ну, 20, если бы вас... Ну, 5. Сколько? А, нет, там по области-то больше, наверное. Не знаю, Игнастика, чего такой информации нечего. У нас в Алтайском крае 64, ну еще. Ну, нет, ну там побольше, у нас поменьше, наверное. Ну, хорошо, в Санкт-Петербурге, в Московской области, сколько районных центров? Так, и что? Мы по районным центрам сначала в центральную библиотеку, а потом на нее ссылаемся. У нас бумага с ее печатью. И тогда мы свободно идем. Но в Кемеровской епархии поднялись попы. И сразу везде, везде, везде по библиотекам. И теперь везде они зажимают. И показывают сфотографированные книги. А никак, нам в семинаре эти книги нужны. Они обманывают, они прихожанки. И где они прихожане, те прямо отрезают, и они больше не лезут. Они понимают, где по башке получат. Это как Тимиртау, где Михаил Кальмаев. Они ничего, только пришел, сразу извините, все, я просто так сказал. Но если это прихожанка, она ничего не может сделать. Я тебя прищищать не буду, они при счастье им играют. Вот мы, допустим, здесь, в Новосибирской, в центральной библиотеке, в центральной юношеской, в центральной технической, много центральных-то, они имеют. Все, теперь мы пошли все до одного района. Но районов там поменьше, допустим, 42. 42. Это экземпляра. По полностью. Мы все районы объезжаем. У нас карта. И так мы едем куда дальше? Это... Красноярский край. И по всем районным центрам. Сначала в самом. Иркутская область. По всем районам. Вот и все. А дальше мы только по центральным городам до Дальнего Востока. Здесь мы прошли до Омска. А в Омске оказался архиерей близкий с губернатором. И он как архиерей-то узнал губернатору, губернатору во всей библиотеке немедленно изъять. Это сумасшествие когда-то кончится. И они мне дают... Сказали, заберите. Мы ничего не можем. Мы бюджетники. Нас работы снимут. Но как только утихнет все, мы вам сообщим. Вы наш экземпляр сохраните. Вот какая. Ну, Сергей, никто про это-то не знает. Мы уже почитали немножко, посмотрели. Да как можно эти книги... Я показываю... Новый Завет показывает библиотека Путина, и книги стоят мои. Кто их изымет из библиотеки имени Ленина? В центральных библиотеках депутатская... Как она называется? Кажется, да. Не депутатская... Ну, где все эти конгрессмены-то наши находятся-то? Вот. Парламентская. Парламентская. В парламентской, в исторической. Но я спрашиваю, куда ни одной книги. Я говорю, а вот, да никто. Ну, а к вам, если... Да какое имеют право? Никто, нигде. Это же в Харькове, в Киеве. Везде. Я узнаю. Пошел человек. Так где-то дали, а где-то не дали. Не дали. Почему? Ну, это я не знаю. Но книги все целые. Я не нашел ни одного места, где книги были бы уничтожены. Ну, и какое здание, любому понятно. Ты открой, какие фотографии. Это сильно привлекает людей. Я бы... Игорь Иванович, вы их книги свои любите. Конечно. И я их ценю, понимаете. Я вижу, какая в них польза. Но и с теми людьми, с кем я разговариваю, с нашего прихода, никто ваши книги читать не будет. Понимаете? Они вот... Вы сами рассказываете, где церковь есть, там выжжено все. А церковь почти везде. Поэтому выжжено все. Чтобы людям вот ваши книги показать, это надо такую работу с ними проводить. Да. А с ними долго говорить надо. Им объяснять. Они с тобой будут не соглашаться. Потом тихонечко одну книжку дать. Это вот у меня только один такой сейчас вот... Ну, два человека есть. Которые чуть-чуть в них процессы идут. А остальные не пробьешься туда. Поэтому я не верю, что в библиотеках такие люди сидят, которые оценивают. Чтобы это оценить, надо этим жить, Игнатий Тихонович, вашими трудами. Вот. И такой же взгляд иметь, как у вас, на жизнь христианскую. Таких людей единицы. Поэтому я и не верю, что они будут их кто-то беречь, и кто-то их будет прятать. Нет таких людей. Единицы. Поэтому я... Но с другой стороны, мы с Сергеем разговаривали. Вот то, что вы говорите, он не соглашается. Вот. И я, может быть, с Сергеем согласен, что там пропадают эти книги. Но с другой стороны, я так считаю, что вы хозяин этого. Вы создатель. Поэтому как вы захотите, так и надо сделать. Вот как вы захотите. Там правильно или неправильно, это не нам судить. Вот. Вы как хотите, Игнат Тихонович, давайте мы вам так и сделаем, как вы захотите. Ну, я не вижу. Я вижу только один выход. Один. Как мы работали, так и работать. Это означает, в прошлом году, если бы у нас не было этой серьезной поломки с мотором-то, мы через полтора месяца бы все закончили. Это вот то, что мы говорим, этого бы не было. Но мы исходим из того, что есть. Значит, нужно снова нам составлять команду, машину и снова ехать. Но мне никак нельзя ехать. Отовсюду просто люди просят, что вам не вернуться. Я сейчас с кровати едва слажу. Ну, это издеваться над вами, чтобы послать. Понятно. Позвоночник у меня, позвоночник-то, операция была, и он у меня сползает, и я не могу даже одеться. Да, да. Теперь, главное, что должен быть хороший шофер, это Марьясов Александр Сергеевич. Вот, он настоящий. Теперь, второй, который все знает, и дорога в библиотеке звонит, собака, хозяин собаки, это Сергей Пупков. Третьего мы нашли, и он как-то так, ну, не какой-то он такой. Вот. Надо, чтобы был третий тоже шофер, чтобы двое могли быть за рулем. А сейчас вот в разговоре участвовал кто, я его не знаю, еще один человек, помимо Марьясова. Кто это был? Который собака, Сергей Пупков. Нет, а вот здесь с нами в видеоконференции участвовал он. Батугин, Батугин Михаил. Это кто он, откуда? Он, видимо, Москва, Московская область, там где-то рядом Ступино, или как такой есть город, он в прошлом году ездил туда на наш склад и брал книги, и приехал, и распространял, как в одной библиотеке оставил три или четыре экземпляра, что те сказали, а мы в остальные библиотеки. Но там тормознули. Но он на этом не остановился, меня все время спрашивает. И говорит, можно нет написать это, ну потому что несправедливо поступают-то. И написал, и Министерство просвещения Московской области ответило ему. Книги эти можно брать, книги то другое, все положители. Которая ответила, я ей послал трехтомник, который ответил замминистра там или кто. Вот такое дело. Он уже этим знаком. Знаком там на складе был в Калужской области. И он теперь, сейчас 10 июня, лагерь я открываю, он утром уже будет здесь у нас, привозит своего сына, это Тимошку. Мы его останкаем. Я сейчас говорил, чтобы оставить его на зиму у нас. И он теперь, я буду свободен, а он на один день и брал с собой ребенка. Ну это вообще никуда. Но ему, у него нет ни машины, ничего нет, он один. Это делать нужно только так, как мы делали. Мы заранее знаем куда, набираем в машину 20 или 23 экземпляра. То есть по 38 книг, умножая на 30, ну у нас получало где-то 750 килограмм. И мы рано-рано выезжали. И выезжали даже в воскресенье. И если приедем там закрыто, мы ищем библиотекаря, и на дому ему оставляли. Она бумагу подписывала, и дальше мы уже никогда не спрашиваем, какая участь. Это перед Богом. Я в камерах, допустим, у нас здесь в тюрьме 3700 человек. Я в каждой камере оставляю книги. Ну и иконы, я буду как проверять? Никак. Но человек, который берет, он дает мне обещание. Ты даешь обещание, что не попортишь? Ты смотри, что они преступники, а другой нет, сразу назад. А у нас один тут есть верующий, и он подходит, да, я даю обещание. Вот мне давали, смотрите, у меня все книги целые. Я даю, я как библиотеку с тобой вожу. Но им разрешается не больше пяти книг иметь. Так кажется. Так что и здесь, когда библиотекарь, у нее дома печать, она нам ставит, садит за стол, да может ладно, да маленько хоть чаю попейте-то. Ну и смотрите. Но бывает звонят, перехватывают книги. Как теперь быть? Куда? Я говорю, а вы-то понимаете ценность? Да неужели не понимаю? Я вам дарю ее книгу районного центра. Дарю. Да вы что, дарю. Вы не взяли, а я вам подарил. Ну и там благодарность и все на этом. Людям давайте считать. Но Сергей-то про это не знает. Что спрашивает человека, который прикован к болезни. Я говорю так, как есть. Один пустил молву, что жег Новый Завет. А теперь, когда архиерей его с собой стал брать, он говорит, нет, это к истинному православию. Это тот, который печку топил? Да. Да, да, да. Это из села Завьялово. Там Гребенюк, Александр. Ну я про все, о чем вы рассказываете, я это все знаю, Игнать Тихович. Я же все видео смотрю, которые там были давным-давно. Я все про вас знаю. Поэтому вы можете не повторять эти истории известно. Нам нужен шофер сейчас. Я помаленько уже сухари сушу, не сушу. Одна берет у меня муку пополам. Ей, половина мне, уже целый мешок. Значит, средства нужны и отправляем. Другого выхода ничего, никакого. Здесь надо быть готовым. То, что Сергей правильно говорит, газель, она будет разваливаться. Тут даже можно не сомневаться. Поэтому надо готовиться к ремонту там уже по ходу дела. То есть на станцию загонять, возможно, что-то там полдвигатели. Поэтому здесь надо вопрос решить, как финансировать эти дела. Смотри, Александр, какое дело. Я когда вижу такие газели, я подхожу и разговариваю с шоферами. У нас 117 тысяч километров. 117. Я говорю, у вас сколько? А тот говорит, у меня 360 тысяч. 360. Я говорю, какие ремонты были? Ну, текущие ремонты. Да как, да иногда сопливие там где-то подтекают. Ничего серьезного не было. Неделю назад только я увидел, где стоит у нефти, ну, газ тут. Большая организация трестных. И шофер нашел я его. Поговорили. Он не может понять, чего я хочу. Я говорю, меня интересует, вот сколько проехали. Ну, это поменьше, ну, в два раза больше нашего. А было где-то дороги, нет. Ну, они не в дальних путешествиях все, а где-то они тут по краю. Она для этого машина и назначена. Ну, какая разница, это километраж, это тот же самый. Ну, у меня газель была, Игнать Технич, тоже. На работе она сыпется постоянно. То есть, там обслуживание ее нужно такое. Бывают исключения, как во все время в деле. Поэтому, ну, ладно, это не так страшно. Вопрос-то не в этом. Когда деньги есть, вопросы все решаются по поводу ремонта. Поэтому не страшно. Я знаете, о чем еще сейчас подумал? Вот книги все-таки неплохо бы оставить какое-то количество на тех людей, которые по-настоящему сами заинтересованы. Они у меня оставлены здесь, здесь оставлены дома. Достаточно экземпляров? У меня оставлены здесь, оставлены еще экземпляры. Ни один и ни два. Вот, лишь бы в достатке были. Потом, когда появится нуждающая, расскажите. А у меня все, нет, кончились. А вот те, где они не знают. Ну, кончились есть, которые кончились. Уже некоторые кончились, уже 38 нету. Там кончились стихи, но я все равно несколько экземпляров держу, которые истинно желают, сильно просят, полный комплект. Для них нынче посылали 38 книг. Другим этого нет. Здесь уже никому я не даю. Это симфония на житие святых. И у меня затруднения с 29-30 томом. У меня, видимо, из Сарая украли или где. Не знаю даже. Нет нигде. Ничего не могу сделать. Я думаю, что вы их тогда не нашли. Тем более, видишь, когда привозят, я сразу распространял там 5, 6, 7, 8 мест в городе. Если что случится, то чтобы сохранилось что-то. Ну, я привык к этому. И в те годы также мы прятали везде. И все равно где-то возьмут, а там остается. Нельзя так, чтобы одним махом загрузили. Так, и я когда разговариваю с этими шоферами, которые есть, жалоб никаких нет. Вот мы были во Франции, когда там какая-то, я не знаю, что там за... Что-то с магнета там было или... И ничего нам не меняли. А что-то там просто зарядили и все. Не досмотрели или что. И я посмотрел. Я насчитал там... Я не знаю, сейчас ошибиться могу. 80 что ли у него машин. Он участник. И все иномарки стоят, сломанные. На стоянке, где ночевали там. Где ремонтируют. И где ночевали вы там тоже ночь. Что-то перевели, по-моему, вы у них. Да, да, да. Во Франции где. Это же самое в Швеции. Нас на две этих... На два сервиса возили. И там ни одной русской нет. И иномарки, и целые сервисы работают. Я говорю, а какое больше? Все ломаются. Не ломаются, говорит, таких машин нет. Что они ухватились? Иномарка, иномарка. Ну, здесь я не... Главное, вот для меня. Я почему? Я, видите, вы уже давно говорили по поводу помощи по поездке. Видите, я молчу. Молчу только из тех соображений. Для себя никак не могу понять, где больше пользы. Потому что с деньгами проблемы нет. Я вам сколько нужно дам для поездки. Вопрос лишь бы, как лучше. Вот их раздать по библиотекам. Ведь кто сейчас больно ходит в библиотеке, Геннадий Тихонович? Фактически никого нет там. Это будут мертвым грузом лежать книги. Мало того, что их еще не всем показывают, как вы сами говорите. Еще туда мало кто пойдет. А вот целенаправленно раздавать, вот здесь было бы тоже важно. Я поэтому и думаю, вот. Но в конце концов, так как у меня тоже нормального результата нет варианта. Я поэтому вот и Сергею тогда сказал, что надо делать, как Игнать Тихонович хочет. Потому что на ваше усмотрение. Вот поэтому смотрите, с деньгами, если что-то надо будет, значит я сколько надо вам деньгами помогу. Ну а все остальное смотрите уже на ваше усмотрение. Понимаете, вот все разговоры в прошлом году как бы не сломалось. Нам подремонтировали уже. Можно было ехать, но Николай уже не согласился. Ну да, он намучился. Он намучился уже и надо было домой ему тут и проще такое. То есть если бы он дальше согласился или была ему замена, он сказал, тогда вызывайте кого-то. Ну я махнул рукой, ладно, помолились и поехали. Думаю, через Николая может Бог нам указывает. Надо вернуться. И действительно мы вернулись и мы были очень нужны дома. А это там оставил, хозяин пока терпит. Мне, если никого не было, один из вариантов уже последний, поеду сам. Но криком кричат, не отпускают меня никак. Я сейчас один здесь нахожу, все в Потеряевке. Я знаю. Да я же за вами слежу. Я каждый день, Игнатик, захожу, смотрю все новое, что вы выкладываете. Прослушаю, смотрю. Я из всего пытаюсь извлечь пользу и того, что вы говорите, то, что люди там... Вот, понимаешь, какое дело? Люди смотрят, когда на сайте книги там поставлены, в электронной версии-то. И тогда начинают. А в такой, у вас в книжном варианте есть, есть. Вот нынче никогда не было столько, чтобы запрашивали нынче зимой. Отсылать непросто. Нам помогать тут не надо. Мы сами все поправимся. Здесь нет. Здесь другое. Что мы попали в такой штиль сейчас, когда люди все в интернете. Вот так. Люди почти не считают. Но есть моменты, где они прямо, нет, мне это нет. Я люблю, чтобы была где-то книга. Еду в дороге. А сейчас электричество со щахом нету, и все погасло. Люди, которые это вкусили, и вот особенно из сектантов, они много считают. И которые получили полные комплекты, все до одного стали православными. Я знаю животворящую силу своих книг. Я не могу больше сослаться ни на кого. Ни Игнатия Бринчанинова. Они эти книги мертвые. Как мне один епископ говорит, мы сами издаем кое-что. Вот Феофана издали из затворника. Год прошел. Библиотека вернула нам книги и сказала, ни один человек их не взял. А ваши книги в первый день разобрали. Он говорит, что это справедливо? Я говорю, а при чем я? Я стою, передаю в районном центре книги, и в это время заходит женщина. Она не знает, она говорит, директор. Она прислушалась. Это у вас все. Это о католиках. А о старобрядцах есть? Я говорю, вот желтый, 11 том. Да у меня доклад старобрядца. Она его под мышку сразу и пошла. Ну, Сергей ничего этого не знает. Почему не знает? Потому что он тут рядом не был. И когда они считают, это где вы могли, как старобрядцы, где вы такие материалы нашли? Я работал со старинными книгами. Если у меня написан 18 том целиком по Корану, весь Коран, суры и аяты разбираю в сравнении с Библией, это чего-то стоит? Все Талмуд, Талмуд. А Талмуд это 12 книг еврейских. У меня три тома, посвященные Талмуду. Разбор в Осетии Библии. Я не нападаю ничего, но показываю разницу, какие уровни и как нам поступить. У меня совершенно другой подход, чем у Даниила Сысоева. Я вообще не поминаю ни Коран, когда беседую. Нет, я проповедую чистое Евангелие. Но, когда говорю, высвечивается для человека его, за что он держится. Они на меня ничего не имеют, мусульмане, никогда. Я вообще не затрагиваю. Не произношу ни Коран, ни Аллах, ни Махмад. Но, когда я говорю, что нет другого имени под небом, и давлю на это, верующий в Сына Божий иметь жизнь вечную, а не верующий. А как мы... Ну, написаны верующие, не верующие. Признаешь, что за Сына Божий или нет? Я из Евангелия не выхожу. И он уже смотрит, да как же у нас написано. Я говорю, ну, про вас написано как? Так, хорошие, добрые люди вы. Но, если считаете верить этой книгой, вы делитесь в машину для убийства. Это говорит мусульманка, которая обратилась в христианство. Я называю, там она превращается в машину. Ему разницы нет, мать, отец, кого угодно зарежет. Ну, и все, так это ваша работа, вы за это получите награду. А мы сейчас жития святых, как убивали подряд? Климент Анкирский, Анфима Никомедийского, Георгий Пантелеймон. Все погибли. Что мы говорим? Тогда они за книгами гонялись, а за людьми. И умерщвляли тысячами. Топили, жгли. У Анфима Никомедийского сожгли 32 тысячи христиан. Но сегодня-то этого нет. И а мы думаем, ах, как, что? Говорить, работать надо. Я знаю, что одна моя книга заменит слишком много книг. Вот, Игнать Тихонович, все-таки я хочу, чтобы вы как-то подумали. Вот, с одной стороны, библиотеки отдаешь и думаешь, что, в общем-то, многим людям это будет доступно. Но, с другой стороны, надо подумать, будет ли так, как мы мечтаем, как вы мечтаете. Я тоже бы хотел, чтобы так было. Вот, но, с другой стороны, если сейчас мы их все отдадим, вы отдадите точнее, вот, то потом не полезнее ли все-таки поддержать? Нет. Те назначены на север. У меня дома остались. У меня еще больше ста экземпляров дома. Ну, слава Богу, стоит уже. Я все это обдумал. Но решать, а будут, не будут, я рассказываю про библии, когда вот привозили. Они заходят в организацию, сколько? Ну, у нас небольшой коллектив, 75 человек. Можно вам библию оставить? Ну, оставьте. Они положили 75 библий. Собрались, когда начальник говорит, кому нужны библии, берите даром. Пять штук взяли, 70 лежат. Убор шеста раз делал замещение, два, прошло полгода. Начальник говорит, будете ли не будете, нет. Он тогда шоферу говорит, вынесемся, и все на свалку вывезли. Это библии. Это народ такой. Ну, и что из этого? Ну, пять-то взяли. А сколько находили на помойке, жгли, когда они везли сюда кораблями, вагонами. Перед Богом это все. Вот эти копты их зарезали, когда они перед Богом. Мы не можем так высчитать, а примут, не примут. Я для Бога делал, для Бога я отдал. Ну, я поэтому на вас и полагаюсь в этом плане, как вы хотите. Потому что наш рациональный подход, он тут рациональным и останется. Если бы я вам посчитал сейчас, какие отзывы о книгах, которые люди считают, вы бы сказали, так даже люди не говорят о книгах. Да нет, я верю. Я просто не верю прямо в библиотеке. Вот у меня одно сомнение. Но опять я на ваши все-таки... Ну, о всех библиотеках я не знаю и не интересуюсь. Почему? Я верил Богу. Я говорю, Господи, все твое к тебе пришло, ты распоряжайся. Я абсолютно не беспокоюсь. Совершенно. Ну, я верил Богу, да. Значит, поэтому надо делать, как вы хотите. Я для Бога это все сделал. Еще буду следить. Господи, ты лучше проследишь. Да, да. Кому-то где-то отдают. Так что, Игнат, да, тогда давайте так. В общем, вот с точки зрения денег, значит, сколько надо будет, я вам там отправлю. Или там решим, как нужно. Может быть, когда... Сколько-то сейчас там отправить. Сколько-то, если будут поломки в дороге, допустим, будет карта сбербанковская. Я на нее там отправлюсь, и что-то непредвиденные какие-то обстоятельства будут. То есть, вот в плане финансового, там, как бы, не беспокойтесь, я все это обеспечу. А все остальные вопросы, ну, уже там, кто что может. Давайте так. Да. Конечно, проще всего ничего не делать. Ничего не делать, и я живу. Но придет момент, когда Бог нас вытряхнет, и скажет, что ты сделал? Ты на меня полагался или нет? Первые христиане, когда пошли, весь мир против них. Никто не верил, что что-то будет. Но они воздвигли встречное течение, и мы видим, что получилось. И ни гладиаторов нет, и Римской империи, ни императоров, нейронов, никого нет. А церковь Христова возросла. И сегодня так же бунтует против... Ну, это хорошо, что есть, нам есть где бороться. Поприще открыто. Я просто не потому, что автор или что-то, я просто знаю. Когда люди считают и говорят, я вот считал даже Блаженного Фефилакта, но без ваших комментариев я не мог понять, как это на сегодня перевести. Я все приближаю к сегодняшнему дню, живо и действенно, Слово Божие. И когда люди считают, сейчас по этим книгам ведут занятия при церквах, когда обстановка меняется. Вот только на неделе сообщили. Не, ваши, конечно, вот то, что я, допустим, услышал у вас, вот и у нас беседа проходит, сейчас по средам тоже, вот и Евангелие читаем, очень помогает. И какой-то интересный, знаете, свежий взгляд дает на вещи какие-то. Просто там вот нигде мне взять этого не было, как вот у вас. Вот, и многие дают повод для мысли, как бы появляется вот от ваших слов. Нет, это понятно. Тут сомнений нет, что книги хорошие, и все это, комментарии полезны. Как эффективнее распорядиться, чтобы они попали к большему числу людей, именно те, кто заинтересован. Вот, кто заинтересован взял, один человек, и неизвестно, даст, нет. В библиотеке не один, по крайней мере, не один. В любом варианте это лучше. Ну и все, значит, так и надо делать. Вот так приходят люди. В одном месте было, а он их туда, который продавал, у него еще дополнительное помещение, и там завалено. Никто не знает. Я зашел, говорю, а что книги? Да никто не берет. Я говорю, где они? Да не в другом. Я зашел, их не могу найти. Я тогда их оттуда разгреб, там другие, там все. А тут девчонка зашла, там Ладану купила, там лавка церковная, как бы такая. Он не церковный, но при церкви. Я ей говорю, вот такие книги. Книги, она все это Ладан сразу ему спихнула, продавцовала. Вот так, вахапку набрала, заплатила, за остальными я приду. Я второй. Второй заходит, второму тоже, третий, все в углу стояло. Я мигом выиграл. Прошло сколько времени, уже ничего нет. Менеджер должен быть свой там. Но это надо дать знать. Я как даю знать? Я стучу к Богу. Я прям в ворота небесной отчизны стучу. Вот сегодня я говорю. Вчера молились, а сегодня человек не находит покоя. И уже сахар привез. Я говорю, ну, Павел Федорович, а почему ты решил? Не знаю. Говорю, вчера такое у меня беспокойство. Думаю, наверное, опять лагерь открытый, а, наверное, сахару нет. Я говорю, у меня мука достата, макароны достата, растительное масло привезли. Сахару нет и фруктов еще нет. Это напоминает, как в блокадном Ленинграде, они остались живые, рассказывают. Мы, говорит, с дочкой были, на нижнем этаже встали, но они баптисты. Помолились и убираем. А вверху там офицер, я не знаю, какой-то зенитной батареи или там, ну, им давали все есть. И какой-то голод говорит, встань, возьми, что тебе дали, отдай в нижнюю квартиру. Он посмотрел, никого нет. И когда третий раз было, иначе с угрозой. Он схватил это, пай-пай, это там гусеченка, молоко, тушенка, открыл дверь им, бросил и ушел. А утром встал, что я вчера делал-то. Пошел вниз спрашивать. А они молятся, слышат, бабах, что-то рядом. И вдруг, ну, они приняли, как с неба, дар. И они ему рассказали, кто они такие. Может быть, он уверовал, не знаю я. Это Бог делает так. Вот представь себе, мы проезжаем в одном месте, это просто вам картину такую показываю. Я стою около окна и считаю, окно так открыто в этом, в поезде, общий вагон-то. А человек до этого спорил. Я унесу, не говоря, подошел, что там написано. Рванул на себя и в окно выбросил. А там ягоды собирают. И они только молились с дочкой и говорят, наверное, нам не достать Слово Божие. И будет, бац, говорит, падает книга. Но они ниоткуда ничего, они прямо от Бога и признали, это от Бога. Бог дал. Но я еще ему, драться не кинешься, все равно книги нету. И при том у меня не один раз было. Мы заходим в купе, пришлось пересадку делать. И женщина одна такая печальная, но сразу заметно. Разговорились, говорят, что я не одна, мы двое едем. Нас отправляли за Евангелие, мы не могли достать. Мы мигом посоветовались и свой Новый Завет им отдали. Вот и все. А Бог то видит это, кому как надо. Я говорю, что лучше моих книг сегодня нет у Нового Завета. За 2000 лет впервые издано, чтобы с откровением вместе в одном издании не было. Нигде их не было такого. И при том... Да, эти еще книги, они как-то, я думаю, более будут востребованы. Остальные вот книги, там они как-то вот, знаете, их открываешь, непонятно, что там написано. Оглавление лезть куда-то надо. Когда как-то читаешь одни вопросы, ну немножко как-то вот они не открываются сразу. Вот я пришел. Я пришел, и у меня хороший знакомый, главный банкир Алтайского края. Ну я пришел, и каждую новую книгу ему даю, принес. Он только открыл ее. Я гляжу, считаю, это уже 5 минут, 10. Я к нему обращаюсь, говорю, Владимир Пилимонович. Да отстань ты от меня, тут я нашел такую. Я говорю, ну я живой перед вами, а это книжка. Я сказал, не лезьте ко мне. Я как раз про себя нашел тут. Понятно? И он тут ни слова не говоря вытаскивает мне 50 тысяч и дает. Выкупить книгу. Эти книги как раз и к месту. Это что-то значит 4124 вопроса отвечено. Согласно канонов, жития святых. Ты посчитай 7-8 том, посмотри. Им никогда по пам не создать такие книги. Никому. Ни одному архиерею, никакому Алфееву не создать. Почему? Они все рабы. Они не свободны. Они не думают, как выполнить евангельское слово. Ну, откройте 7-8 том. Это я 12 книг Дмитрия Ростовского и по ним отвечаю. 1173 жития. На вопрос, из какого жития и какие слова оттуда вырвать, и один за другим. Да 18 житий в одном ответе. Да нет этого. Под страхом расстрела они не создадут это. А они знают. А когда человек знает, он говорит, я теперь полюбил православие, как не знаю, говорит, что на свете. А открылось для меня это. Конечно. Вы как раз сам настоящий православие-то открываете. Вот через вас-то я, у меня, я никак не мог, вот мне что-то чувствует, что-то не хватает все время. Вот что-то вроде все, вроде и хорошо, а чего-то не хватает. А вот встреча с вами, она как раз вот расставила по местам. А, наверное, не хватало именно то, что молчать о проблемах и о тех, ну, то, что вы говорите, не проблемах, а о недостатках, не надо. Не надо бояться, это не враги, они про недостатки говорят. Надо и о них знать, с ними бороться сколько можно и ценить нашу православие как истинную веру. Вот этот как раз вот ваш подход, он дает самое правильное направление для себя. Я вот это так сформулировал. Оно как раз с открытыми глазами, открытым оком смотреть на все, что вокруг. Поэтому, кто вот это поймет, он, конечно, оценит это. Андрей Кураев это понял. Как другим непонятно-то? Какими словами навозвеличил самым выдающимся, то другое. Даже Олег Стеняев, путь он называет самым продуктивным миссионером, хотя я так себя никогда не считал. Просто я люблю моего Господа и открываю истину как есть, никому не угождая, никому. Вот сейчас, в это воскресенье, вот прошедшее собрание, я там говорил о Троице. Вы послушайте. Я слышал уже. Там, на столом, где я стою, я объясняю. Им никогда это не сказать. Они этого не знают даже. Почему именно, почему в таком порядке, и чего, что нам не хватает? Потому что слова о благовестии вообще нету нигде. Он отстоял, пришел. Зачем они к мертвым-то лезут? Потому что жизни нету. Они меня бы прямо не жуя сглотнули попы. Они ничего не могут сделать. Представьте, приезжает сейчас, сейчас он митрополит у нас, Сергей-то, служит. То, другое, они... Так это его, говорит, патриарх заставляет. Значит, неплохо мы выглядим, если нас патриарх награждает, чтобы митрополиты и епископы к нам ехали. Значит, и патриарх ценят. Да. А я тут ведь вот с Москвы только вернулся, вот в среду, и был в Москве. По поводу крещения мы ездили туда с супругой. Ну и главная наша цель была, Кирилл Сахаров, к нему попасть. Ну, разочаровался Игнатий Сихонович, я капитально. Ладно, зато не через меня. Я вам представил его в высшем свете. Да, как вы его описывали, это одно. А там бардак. Что это там за порядок? Там порядка нет у них никакого. Не... И удивил он меня, значит. Ну ладно, те, кто облитые, крапленые, он крестит. Вот. А те, кто не знают, как крещены, он говорит, у меня, говорит, еще решимости пока нет. Я, говорит, это... Да, больше, четвертое правило 6-го Средственного собора. А я говорю, а правило-то есть же. Ну, есть, но я пока не решился. А почему? Потому что он не знает, что вас впоследствует за этим. Его сметут сразу. Не посмотрят ни на что. А я свободен. Чем они меня могли бы взять? Я за первый же день все это выбросил от себя. Я совершенно неуязвим. Они могут меня сажать, крутить, колоть. А дальше ничего не могут сделать. Вот смотри, сколько собирается сенсорских отделов в разных епархиях. Там в Почаево ныщи, они там трудятся, корпят. Но нигде нету ни звука. Я говорю, а почему? А мне отвечаете, что они, самоубийцы, говорит. Да. Да вот беда-то, получается, что практически не остается там людей, с кем, кто может что-то делать. А вот с кем я ведь не разговаривал, никто не идет на это. Иди, потеряй в прижистие. А где? Не вера-то, Игнать Ильич. Получается, как это. Не, ну и понятно. А где они-то тогда? Я же вам про ваших священников-то тоже. Они придут, они будут такие же. Из вашего, как его зовут? Игорь, да? Игорь. Который. Настоящий будет православный священник. И получится из него. Это будет настоящее. Ну, видите, надо решимости у Бога выпросить. Это четвертое качество лидера. Да. А так, в общем, я думал, там у них все-таки как-то, ну, Коля, постробрячески служит. Думаю, ну, все, чинно, ладно. Среди службы нас отправили двери переносить там железные. Батюшка вышел, вышел на исповедь, там, подозвал какого-то прихожанину, что-то там шушукались. Потом этот прихожанин всех мужиков, кто в храме был, пойдемте на улицу. Пошли на улицу. Чего такое? Пойдемте, дверь там будем перетаскивать. Воюют за землю, а не там, земля. Пошли, там стояли долго, полчаса надо, пока решался вопрос. Служба идет, мы на улицу, двери таскаем там. Вообще, беда там вообще, как бы, смешно. А я там... Вот Ряжина, Игнать Тихонович, вот с другой стороны, ведь, ну, тоже, они приходят, переодеваются, все это красиво одевается. Но это разве честно? Этот недаром же Кадыров сказал, говорит, у вас, у православных, Бог, видимо, только в церкви, если вы платочки носите, только в церкви. А взять вот у Кирилла Сахарова, они все приходят, переодеваются. И идут по-граждански одежды. Ну, понимаете, определенный дресс-код на работу. Он в гражданское можно приехать, военные, и переодеться, у него там костюм. Это ничего, особенно в этом нет. Это говорится только для священников. И то не всегда. Священники приезжают, они надевают себе одежду, а ей в цивильном, это нет. Это вы мимо пропустите. То есть, священник может в гражданское одежда ходить или нет? Ну, может он. Но они, когда ничего нет, они за это цепляются. Конечно, может. Потому что... А благословляться надо у такого человека, если вот священник не облачет? Если ты знаешь, благословляет-то не одежда, а сан. Ну, да. Вот у нас батюшка, он пасет овечек своих, косой косит, и будет он там в этом, ему не повернутся ничего, и понятно, мечет сено. Зачем дальше он на службу переоделся, и все. Вот приходят даже старообрядцы, эти строго следят. У них свои там одежды, все в церковь приезжают, они все эти надевают, называется горбач. Это, ну, платье такое. Переоделись, и все. Ничего в этом нет такого. Но надо помнить, в церкви это другое, другое государство. Перешагнули через порог, здесь совершенно все другое. Все. Ну, тогда, значит, Кадыров правильно, то есть не прав, значит, нормально, что у нас без платков, брюки ходят вне службы уже. Нет, нет, вне службы они должны быть в платках и быть в юбках. Вы не поняли меня тогда. Я сказал, что по форме, как одеты, допустим, не было, ну, просто платок надеты и проще. Там, может, чем-то другим голова покрыта. Я, когда бываю в библиотеке, и книги сдаю, и в это время перед ними выступаю, и начинаю молиться, и хоть чем-то покройте голову. Другая, платочек вытащить, положила, все равно голова покрыта. У нее ничего больше нет. Нет, а брюки, вообще, это запрещена мерзость перед Богом. Это нигде она не должна в них быть. Этого вопроса даже нет. Речь идет о церковной форме, длинное допят платье и проще. У нас в лагере девочки бегают, играют, ну, лишь бы коленки закрывало. Ну, а в церковь идем, они все переодеваются по форме, ну, это и так понятно, куда мы идем. Они пошли купаться, они ходят без рукавки, ребятишки в шортиках бегают. Ну, в церковь он не пойдет уже таким. А я еще... Ну, да. А вот взрослым купаться тогда, как вы, знаете, смотрите, вот в плавках и так далее, вот на пляж на море поехали люди. Не надо на пляж. А зачем на пляж? Найдите место где-то отдельно. А то еще женщины, мужчины вместе. Ну, можно этого избежать. У нас не положено это. Если пришли девочки купаются, только девочки. Мальчики не появляются. Ну, а бывает, мы пошли и слышим там кричат. Подождали, нет, мы тут ложбинка, мы залегли и посылаем туда пацаненка там года четыре. Спроси, сбегай у них, узнай. Он сбегал, узнал, когда они уйдут. Мы уже ждем. Но они по-быстрому оделись. А теперь мы приходим. Это можно найти, и так это все будет без жесткости. Помягче. Ну, на нас еще только не говорят. Говорят, у них если жирный человек, толстый, они его в погреб сажают, а потом дня через три поднимают, вешают, если нет, опять туда. И спить не дают. А у вас, смотрю, тоже бритый-то есть, не бритый, но стриженный. Вот он, видимо, у вас чтец или кто-то, как его их... Ну, я просто смотрю, видно, что у него борода стриженная. Нет, стриженный бород у нас ни одной. Это Катя Сихонович. Он никогда слова нигде не говорит. А кто такой? Какой? Как выглядит? Ну, черненький, с бородой короткой такой. Он читает у вас на службе. Считает? Не стриженный. Если считает и стриженный, он будет с соглашенными. Еще он считать не будет. Это нету. Как его... Не Игорь Третьяков? Нет, Третьяков-то нет. Он вообще никогда слова не берет. Ну, а кто такой? Вот вы его недавно спрашивали про книгу у него. Помните, у него книга была. Вы еще говорите, у тебя, что ли, книга такая? Вот на последнем занятии, на последнем собрании. Ну, какую книгу там я говорил? Ой, что ж там было-то? Где объяснено, когда какие службы там были? А, у него такая борода. Это адвокат. Он адвокат. Бауэр Севастьян. Севастьян, Севастьян, да. Он по паспорту Эдуард Викторович. А Крещенев? Ну, не больше. У него такая есть. Он ни одной волосинки не трогает. Нет, 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 нет. Он работал в краевой прокуратуре по особо важным государственным преступлениям. Он с отличием, с красным дипломом кончил. Вот. Я вот слушал, что я так и на него подумал, что он из прокуратуры. Думал, ну, видимо, по службе какие-то проблемы есть, и поэтому Игнатий Тихонович не послабил. Никак, никому это не позволено. Нет. Ему разрешено, чтобы погоны были на нем. Погоны. Вот иногда одежда приходит, и у нас только троим разрешается это. Это женщина, и Виктор Андреевич, и он. Они врачи, у них военное звание. Мы не запрещаем, а остальным, чтобы все срезали. Оно не соответствует действительности. Вот почему. У нас все это объяснено. А он пришел, и у него погонщики. Ну, я могу ему сказать, ну, ты можешь срезать их. Он, да, могу и нет. Нет, может. То есть мы официально признаем, что он военный, и он. Все. Мы нигде не переходим эту грань, не переламываем. А то, говорит, вы палку перегнули, ничего подобного. Вот. Ну, нет, у вас, так я смотрю, да, все разумно. Его призывают, он приходит врач, говорит, меня посылают в Чечню. Ну, что, поезжай с Богом. Ну, так там, хоть куда, на минные поля посылает, куда угодно иди. Вот, никого не убивай. Все. То есть ты должен спасать, положить душу, а не так, что тебе автомат, и ты душу из другого вытряхивать будешь. Ну, эти вещи у нас, у православных, они не находят отклик. Вот, на самом деле, такое ощущение, как будто люди как зомбированы от нашей церкви. Почему они не пробиваются? У нас это никак. Идут они, у нас специальный бланк, и они пишут, военкоматы идут, и никого не призывают. Хотя, можно призвать, он говорит, я не отказываюсь, пойду, альтернативная служба. Ну, не берут, вообще никого не берут. Фатает. Игорь Тихонович, а вот по поводу крещения, вот то, что те, кто, как я, например, вот не знает, я, в принципе, не знаю, как крещен-то, я погружен или нет, то, что крещен, ясно. Вот в этом случае, только вот если меня побуждает креститься, я должен креститься? Или в любом случае человек, любой человек, кто не знает, он должен креститься? Слишком большой риск. Если вы серьезно верите написанному в Евангелии, то представь себе, а если нет, и церковь предусмотрела, да будет крещен, да не будешь лишен таликой благодати. Зачем бы это написано? Ты лишаешься входа в Царство Небесное. Это слишком много. А если это второй раз, тебе никак это не повредит. Никаким образом. Как это повредит? Никак. И церковь так и предусмотрела, этот канон специально дали. Надо просто научиться. А вы знаете, когда думал, там же в символе веры сказано, что в единокрещение и еще добавляется вооставление грехов. Ведь задумка-то ведь, наверное, вот так расставлен акцент и добавлено вооставление грехов, как раз тем, чтобы люди не соблазнялись и не крестились еще раз, чтобы получить прощение грехов. Нет, это когда, когда знаю, когда знаю, когда нельзя. Сергей еще-то колотится, ты не уходи сейчас. Ага, третий раз тоже. Ладно, можешь отойти. Сейчас. Ну, далеко не уходи. Так. Ну что, Александр? Мы с Андрусенко и Александром все беседовали. А мы это выставим, вы послушаете. От вас еще не слышно. Вот сейчас слышу. Сейчас слышите меня. Маленько слышу. Голосок тоненький такой. Поближе так делайте к микрофону. Надо лучше. Вот так. Ну, это много слишком. Маленько, значит, голову подними повыше, Михаил. Вот так. Ну. Не-не, это далеко. Так, сейчас с Александром. Ну, приедешь? Значит, мы комплектуем компанию, и вы поедете. Нам по-другому никак нельзя. Все остальное велами по воде. И он сразу согласился, Александр, ничего из дома не распространить. Во-первых, блокирует ПП, а во-вторых, а там хоть несколько человек, но берут. А дальше может и раздаст кому. Это уже назначено. А у меня заботы большой нету. Нету. Почему? Я доверил Богу. Это Божье, не мое. Я знаю животворящую силу своих книг. Когда люди читают, они заново воскресают, приходят в православие. Сколько уже таких я получил известных, сосчитать нельзя. Вот так. Так, что у вас там замкнуло? Ну, ладно, Александр, что-то замер. Говори, Михаил, что? Игнать Тихонович, я не совсем понял ваши планы. Вы после 12-го едете? Нет. Меня не отпускают. После 12-го июля, после крещения, меня не отпускают. Мне все прямо со всех сторон пророчествуют, что мне уже не вернуться. Ну, а мне так много, слава Богу, и не надо ехать никуда. А если вы уедете, мне тогда смысл Тимофея приводить? Да нет, это же 10-го июня. А крещение-то до 12-го июля мы дома будем. Ну, а если в июле вы уедете? Да я не уеду. Не очень. Нет. Не уеду. А при чем тут я? В лагере-то она, я же не... Там сколько народу-то у нас? И воспитать. У меня вот по лагерю такой вопрос. Если у вас, допустим, клещ укусил ребенка, какие действия? Никаких. У нас нету энцефалитных клещей. Нету. Ну, вот в Подмосковье вот такие правила, что клеща вытаскивают и клеща везут на анализ. У нас так же делают, когда из леса где-то, из тайги. У нас лиственные леса и у нас этого нету. Нету. 200 лет деревни ни один не заболел. А клещей полно. Которые по степи ходят, приходит скотина, вся шея у быка в клещах и на тебя прицепится. Мы их не боимся нисколько. Ну, я-то сам с Кемерово, я помню, там много. Я садил по тайге. Ну, по тайге. А у нас тайги-то нету. У нас степь. У нас малярийных комаров нету. Типозных в шее нету. У нас совершенно экологически чистое место. А кошка от чего сдохла? Не выяснили? Кошка от чего сдохла? Не выяснили. На ней должны сходить там где-то. Я знаю, у кого кошек нету, они пытаются от мышей избавиться от травы-то. А если мышка отравилась, а кошка съела, кошка сдохнет. Вот поэтому, когда в мышиную норку надо заложить и вход закрыть камушком, чтобы мышка съела и не вылезла. Ну, не все так делают. Мы не знаем пока. А ребятишек-то много набирается? Я так понимаю, кто-то женщины отказались готовить там приезжать? Ну, это ничего не значит. Пока ничего нет. И других работников нет. Как только дети появляются, сразу появляются работники. Вот сейчас, я поеду сейчас. Вот с одной семьи у них четверо ребятишек. И с другой четверо уже восемь ребятишек. И возраста Тимофея там есть. Сколько будет, не знаю. Сегодня она звонила, у нее трое ребятишек. Ну, у нее ничего денег нет. Я не могу взять. Потому что этих, которые есть, я уже взял бесплатно. У меня еще ни за одного ребенка нигде денег нет. А обслугу надо кормить. Мы же покупаем рыбу, и молоко, и сливки нам же даром-то никто не дает. Это моя пенсия сразу туда улетит. Ну, а дальше видно будет. Может быть, в газетах пропечатают, и как-то известно будет. Но мы об этом даже не заботимся. Мы верующие, мы верим в Бога. 44-й год, это не два года. По поводу книг-то, вы на меня рассчитываете? Если буду жив, то не помню. Потом посмотрим. Мы имеем это в виду, но сейчас пока были бы вы шофер, то тогда бы разговор другой шел. Сейчас Марьясову нужно такого же, почти такого же, как он. Я не знаю, он слышит или нет. Он отошел где-то там. Сергей бы его подцепил. Александр, конечно, поедет в главный. Нам такой нужен. У нас выхода-то другого нет. Ну, просто, ну давайте, машина плохая, люди плохие, погода плохая. Облака не такие, земля круглая. Ну, и что теперь? Ну, мы должны все это преодолеть и сделать, тем выше награда. Мы имеем плоды. Плоды. Я знаю, сколько людей обратились через мои книги, стали верующими. Сколько людей пришли из сектантов. Они не могут показать ни одной книги других, через которые книги они пришли. Через Шевкунова они не могут прийти. Святые, не святые, там вот еще написал-то. Там можно сидеть, только смеяться и ничего больше. А над моими книгами никто не смеется. Почему они попы, там, архиереи так себя ведут-то? Значит, их касается это? Зачем бы эти нападки-то творили? И при том подтвердить-то они ни одного слова не могут. Ну, облыжено. По привычке. Но где книга к юмору есть, там можно посмеяться. Да, можно. Можно, я знаю, где. Мне говорят, юморной, говорит, старик такой. Но я знаю, где и как сказать-то. Но главное-то, основная-то мысль, это любовь к Господу. К Его заповедям, к законам. Рождение свыше и движимость Духом Божиим. Жить в Духе Святом. Здесь все сказано. А они ничего об этом сказать не могут, потому что они не пережили. Это все-таки касается личного опыта. Ну, какие вопросы-то у вас сейчас есть? Ну, вот я по лагерю. Все узнали. По лагерю я все сказал. Забот никаких нет. Нам сейчас нужно только достать где-то компоту. Покупать или не знаю. Может, схожу на неделю где-то. Компоты разные. Урюки там, что было. Ну, из них компот варить. Сухофрукты. Сухофрукты. Ну, я могу привезти. По счету привезти. Покупать же будешь-то. Ну, вот. Так это можно и здесь купить. Зачем везти-то? Такую дали. Ну, у меня как-то я натолкнулся на такого, на дому. Он приехал в узбек. Я у нее, знаю, мешков полных, штук пять купил. Так мы, наверное, лет десять все. Ребятишки любят, когда урюпинки есть это дают. Они потом их поленьями раскалывают. Детям забава. Посмотрим. Понял. Мы в шесть утра приедем там, нам самим добираться. И как, вы позвоните, и за вами машину пошлют. Машину. Ну, шоферу там надо дать будет там бензин, что и проще. Так что, сохраните немного для себя. А с Симофеем посмотри. Возьми одежду там какую. Я там... Вы видели, что брать-то нужно? Путевку-то там, сапоги, платочки. Вот все берите как есть. И возьмите так, что с условием, что он не поедет назад. Благослови его здесь. Нам в школу ребятишки нужны. И вам эта польза большая будет. А вы сами посмотрите. Вот он, видишь, какой голубчик. Это наш клиент. Я не знаю. Я не против, если честно, остаться на зиму. О! У нас там катаются ребятишки на снегоходе. Из горок. Сибирь. Школа рядом. Так, Александра мне теперь нужно найти. Ну, все тогда, давайте. С Богом. Отходите. Попробуйте отключиться. О!